Приветствую вас, друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня понедельник, 3 октября. Я поздравляю вас с новым рабочим месяцем. За окном у меня опять-таки солнышко, хотя вчера дождь, был ночью тоже. А вот в окно сейчас светит солнышко. Прекрасное настроение. И я надеюсь, что раз так месяц рабочий начинается, значит весь месяц будет таким солнечным, ярким, светлым. Пройдет радостно. Также с хорошим, большим таким ураганным профитом, с чем я тоже вас поздравляю. А сейчас очередной обзор. И сегодня обзор на месяц и на неделю, на предстоящий месяц октябрь и на неделю. Что нас ожидает? Ну что ж, на экране у нас традиционно пара евро-доллар. Что я хочу сказать по этой паре? У меня вот месячный график. Мне показывает, что произошло пересечение и пара евро-доллар этот месяц будет двигаться вниз. Ну посмотрим. Вот я предполагаю, что будет работать пара в таком диапазоне. Это где-то верхний диапазон, верхняя цель это 1,129,98, 1,130. Вот где-то я так полагаю. Нижний диапазон, видите, я говорю, сужается, такой как флэт. И нижний диапазон это 1,111,63. Ну и здесь вот такой важный. Будет случиться пробой, значит пойдем еще дальше вниз. Потому что внизу никаких целей, все цели вверху. Поэтому вниз, как говорится, свободное падение. Важно вот 1,111,63,60. Вот где-то здесь случится пробой. Хороший такой уверенный, значит конкретно будем двигаться вниз. Будет нисходящий тренд. Потому что, видите, здесь у нас было скопление и произошел такой пробой. Конкретный пробой. Закрепились мы все-таки ниже скоплений, ниже уровня 1,205,35,34. Вот. И пошли вниз. То есть мне показывает мой индикатор, что мы все-таки будем двигаться вниз. Но для начала можем откатить сюда вверх. 1,123. Вот. Прежде чем продолжить движение вниз. Это что касается месяца. Относительно месяца. Недели. Недели мне показывает, что мы тоже. Но пока еще неделя показывает немножечко вверх. А вот здесь вот где-то пересечение. И будем идти вниз. Но, как я и говорила, сначала пойдем отрабатывать. Очень даже возможно, что мы вот 1,130, да, 1,130 мы придем, прежде чем продолжить движение вниз. Повторюсь, что 1,110, вот, 14. Вот внизу тоже цель. Если взять на неделях, вполне возможно, что мы придем сюда. Да, 1,110, 60. Вот. Хотя на месяцах нам показывает цель какой? 1,111, 13. А вот недельная цель, я думаю, что где-то вот 1,110, 14. Вот. 1,110. Ну, посмотрим вверху, я вам говорила, внизу 1,110 на неделях. Хотя на месяцах, я повторю, что вот здесь скопление идет, это 1,111,60. И если мы пробьем уверенно, значит пойдем дальше вниз на 1,110. И, возможно, еще ниже. Это был обзор по паре евро-доллар. Что касается сегодняшнего дня, если сказать, то мне показывает, да, что мы идем вверх. Если посмотреть, вот, мне показывает, что у нас движение произойдет вверх. Ну, возможно, видите, мы дошли до волшебного мувинга, от него оттолкнулись и идем вверх. И, как я и говорила, повторюсь, на здесь 124,60, я говорила где-то 123. Ну, возможно, придем даже сюда 124,60, вот протестировать линию дня, прежде чем повернуть вниз. Вот такие ожидания на сегодня по паре евро-доллар. Следующая пара у нас доллар-франк. Ну, что ж, на графике у нас недельный, ой, месячный график вот на экране. Что ожидается у нас по паре доллар-франк? Доллар-франк на месяцах мне показывает, что мы пересеклись и уверенно пойдем вниз. Посмотрим, опять-таки, видим скопление. Верхняя граница, я думаю, что на где-то 0,982,60. Ну, возможно, и даже выше. 0,990,70. Вот такие вот цели. Если пробьется 982,62 и закрепится, значит, дойдет до 0,990, где-то около. Ну, а цель внизу, так как мы идем вниз, показывает мне на месяцах цель внизу, у нас 0,931,27. Ну, и, возможно, даже и пробой ниже. 0,901, ровно, либо еще даже ниже. Видите, здесь скопление. Возможно, мы только в этом диапазоне, вот в диапазоне скопления, возможно, совершится пробой будет. Посмотрим. Но пока вот такие цели вверху. Повторю. 0,982,62 и при пробое, значит, 0,990,75, ну, либо около того. Внизу у нас цели 0,931,27. Вот как-то так. Это относительно месяца. Давайте посмотрим на неделях. Ну, недели более у нас такой широкий диапазон на неделях. Нам показывает, что пересечении мы пойдем эту неделю вверх. Тренд будет восходящим. Не знаю, был ли это уже лоу обозначили. Возможно, мы эту неделю пойдем вверх, прежде чем, ну, как месяц, говорю, вниз, прежде чем развернуться вниз. Так что цель вверху это 0,984,60. Вот где-то вот здесь. Ну, и при пробое, ну, возможно, еще до 0,989. Ну, как я и говорила, 0,990. Посмотрим, что, ну, неделя показывает нам вверх. Ну, а на днях сегодня день нам показывает, что наоборот будем двигаться вниз. Вот пойди и раздвери, да. Возможно, вот отсюда мы будем еще раз возвращаться, тестировать волшебную линию. Да, и здесь разворотная линия дня, это 970,10. Ну, и чуть-чуть ниже, даже, возможно, и сюда 970,25. Вот как-то так. Возможно, мы придем сюда. То есть вот прямо отсюда, от линии месяца. Здесь линия месяца находится 972,50, где-то 49,50. Чуть выше еще вот одна линия месяца, которая показывает, что мы вниз пойдем 973,68, где-то 973,70. Вот так. Возможно, мы будем сегодня в этом диапазоне. Вот, еще раз повторюсь, 973,70 и 969,26. Возможно, будем сегодня в этом диапазоне, как понедельник, я не ожидаю такую сильную волатильность. Но я могу и ошибаться, как прогноз погоды. Вчера не обещали дождь, а дождь был. Вот. Это относительно пары доллар-франк. На очереди следующая пара у нас фунт-доллар. Ну что, какие ожидания у нас по фунту доллара? На месяцах нам показывают, что у нас нисходящий тренд в этом месяце будет. Что я могу сказать? Верхняя граница, верхняя цель по фунту на месяцах это 1,307,11. Ну, где-то так. Вот. А внизу целей нет. Внизу свободное падение. Ну, мы можем где-то, я думаю, вот спокойно дойти до 1,259,84 и даже ниже 1,250,90 и вот даже, возможно, 1,242,75. Вот так вот. Вот такое вот возможное падение, потому что на неделе показывает, что вполне можем сюда дойти. Ну, давайте переключимся на неделю, посмотрим, что на неделе нам показывает. Неделя тоже нам показывает нисходящий тренд. Ну, возможно, мы откатим сюда на неделях, вот, потому что здесь линия месяца, я повторюсь, верхняя граница 1,307,03 на неделе, даже выше 1,311,75. И еще вот эта цель, я вам говорю, прям по ступенечкам, 1,319. Вот мы можем сюда дойти, но можем прям вот отсюда, как начали идти вниз, вот здесь линия недельная находится, 1,293,20. Вот как-то ее мы, 1,289,54. Вот отсюда мы оттолкнулись и, возможно, будем дальше вниз идти. Ну, на днях нам показывает, давайте переключимся на днях, сейчас я... На днях нам показывает, что мы тоже вниз, все вниз, месяц как бы вниз, недельный тренд вниз нисходящий и дневной тоже нисходящий, что, в принципе, фунт и сделал, вот уже, смотрите, какой... И прямо, прямо дошел и протестировал вот линию дня, это где-то... Вот она находилась на уровне здесь 1,285,40, но пробой, но не закрепилась ниже, так что, возможно, мы сейчас откатим назад вот сюда до 1,290,28. И отсюда, возможно, дальше продолжение вниз, еще раз там протестировать, еще ниже. Вот такие ожидания у нас по паре фунт-доллар. На очереди у нас следующая пара. Доллар-иена. Пара доллар-иена. Ну что, какие ожидания у нас в этом месяце, по этой паре? Тренд нисходящий месяц. Показывать мне, что будет нисходящим. Где-то, я думаю, что вот случится сейчас пробой, и мы придем сюда на 96, цель 96,290. Ну, а здесь все зависит от того, будет сильный пробой, значит, закрепимся ниже, значит, пойдет ниже. Ну, я не думаю, думаю, придем тестировать сюда вот эту цель 96,290. Ну, а там видно будет. Что касается цели вверху на днях, то есть, возможно, 102,660 вот на этот месяц, если мы пробьемся выше линии месяца. Хотя, вот линия месяца здесь 101,793,795, где-то вот здесь. Все зависит от пробоя. Пробьемся, но, возможно, пойдем еще дальше, выше тестировать недельную линию. Ну, давайте посмотрим, что неделя нам показывает. Неделя показывает, что мы пойдем вверх. Видите, здесь волшебный индикатор, и уже сколько мы его тестируем, никак не можем закрепиться на неделях. Так, еще очень важный такой сильный уровень поддержки. Поэтому 101,575 очень важно. Закрепимся. И здесь же вот находится линия месяца. И здесь все скопления всех линий. Но показывает месяц нам вниз, а недельный тренд вверх. То есть, возможно, мы придем еще раз там тестировать вот сюда линию дня 101,995. Возможно, даже и выше 102,375. Вот где-то так. Прежде чем пойти вниз. Месяц мне показывает, что все-таки мы пойдем вниз в пересечении. Посмотрим. Ну, что недельный тренд, что дневной тренд сегодня нам показывает, что мы пойдем вверх. То есть, вполне возможно, что вот мы пойдем, прежде чем пойти вниз, мы пойдем тестировать месячные линии. 101,640 и выше линии 101,795, ну, 800. Где-то вот так вот. Возможно, мы пойдем тестировать. И вот еще раз, как и в пятницу. Там приблизительно. А возможно, только до вот этой линии 101,640,645. Где-то вот так вот. Посмотрим. Нам показывает тренд вверх. Это такие вот были ожидания у нас, я предполагаю. Ну, а внизу, вот видите, волшебный индикатор, линия поддержки, которую мы в пятницу протестировали еще раз. От нее оттолкнулись, пошли вверх. Вот, возможно, и сегодня, может быть, откатите. Вот здесь находится разворотная линия дня 101,257. Ниже находится недельная линия 101,114. Возможно, мы еще даже сюда придем к недельной линии, прежде чем пойти сегодня вверх. Вот протестировать верхние цели. Вот такие уже у нас ожидания по паре доллар-иена. Ну и напоследок, по вашим просьбам, пара австралийский доллар в паре с американским долларом. Ну что, какие ожидания у нас на этот месяц по этой паре? Месячный тренд мне показывает, что будет восходящим. Посмотрим. Но я думаю, что недельный тренд нам показывает нисходящим. Поэтому вполне возможно, что мы можем откатить вот где-то сюда до 0,749,28-0,750. Вполне возможно, потому что неделя нам показывает нисходящий, а месячный тренд восходящий. То есть, если случится пробой, вот здесь месячный тренд 770,47. Здесь важный такой уровень сопротивления. Поэтому, если случится пробой, значит, пойдем вот дальше 0,779,67. И следующее у нас 0,790,85. Вот вполне сюда мы можем дойти. Ну а на неделях посмотрим, что нам показывает неделя. И на неделе нам показывает нисходящий. Вполне мы можем сюда дойти на неделях. Вот первая цель. Но все зависит от того, что на неделях вот пробьемся. Мы закрепимся ниже 765,56. Вот потому что здесь вот такой вот уровень. Дойдем, значит, 761,43. Это линия месяца. Линия месяца показывает восходящим. Поэтому можем дойти до линии месяца, прежде чем продолжить те движения вверх. 762,05. Но можем пробить линию месяца. Еще раз там прийти протестировать. 759,50 где-то. Хотя, ну где-то так, 759,50 мы можем сюда дойти. Хотя я предполагаю, что вот от линии месяца мы пойдем 761,43,45. Вот отсюда мы пойдем дальше вверх. Недельный тренд, напоминаю, нисходящий. Поэтому мы можем сюда дойти до 760,60. Вот где-то сюда. Ну а на днях сегодня нам показывает тренд восходящий. Поэтому мы здесь, видите, вот скопление многих, опять-таки, сужение. Поэтому я повторюсь, что на днях мы можем... Давайте посмотрим, какие цели у нас вверху есть на днях. Видите, все основные цели внизу. На днях, вот только на днях и находится цель. Но она достаточно высоко, где-то 783,36. Ну, посмотрим. Цель на днях 783,33. Но она будет потихонечку смещаться. Будем мы... Вот поэтому может быть 780,86. И может быть даже где-то ниже. Вот где-то уже находится недельная. Где-то можем мы 777,65 вот так вот дойти, пока мы будем работать. Но сегодня посмотрим. Сегодня вот, возможно, цель дневная. Мы сюда двигаемся 768,50. Вот где-то здесь сегодня цель первая. 768,60. Поэтому, вот смотрите. Ну, потому что мы оттолкнулись от волшебного индикатора. И видите, пока что закрепились немного выше. Но посмотрим. Еще не точно. Тестируем его. Нету такого уверенного закрепления. То есть, вполне возможно, что мы вернемся еще даже протестировать разворотные линии дня, которые находятся на уровне 762,98. Ну, либо можем чуток не дойти до нее. Посмотрим. Вот такие ожидания у нас на этот месяц, на этой неделе. Я желаю вам ярких солнечных дней, хорошего, позитивного настроения, ураганного профита и всего вам самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с радостью, с удовольствием вам отвечу. С вами была Анна Васильевича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова